Здравствуйте дорогие друзья, это видео обзор на компьютерную игру Bulletstorm и на ее режим мультиплеер. Если вы являетесь обладателем лицензионной копии игры Bulletstorm и уже от начала и до конца прошли, а возможно и несколько раз прошли, одиночную кампанию и самое главное, она вам понравилась, хотел бы я обратить ваше внимание и на то, что у игры есть многопользовательский режим, который ни в коем случае нельзя пропустить. Когда я услышал о том, что в Bulletstorm будет мультиплеер, меня это немного смутило, так как мне показалось, что может получиться такая же история, как и с Dead Space, когда одиночная кампания выполнена хорошо, а мультиплеер немного хромает и вообще, наверное, изначально был прикручен зря, но с Bulletstorm все получилось совершенно по-другому, великолепная одиночная кампания и такой же драйвовый и интересный мультиплеер. Для того, чтобы поиграть в мультиплеер, вам необходимо иметь учетную запись Windows Live. Когда закончится регистрация и активация игры, перед вами появится мультиплеер и вы сразу же поймете, что в нем нет ничего сложного и он не требует к себе привыкания. В игре присутствует несколько наборов карт, на одной карте могут сражаться до четырех пользователей, можно в принципе начать и вдвоем, в дальнейшем недостающих игроков вам в случайном порядке подкинет лайв. Режим игры это измененный сформ, то есть задача достаточно простая, набрать определенное количество очков для того, чтобы перейти в следующий этап. Перед тем, как начинается каждый из этапов, вы увидите перед собой, какие в данный момент будут на карте враги и сколько нужно набрать очков в сумме команде для того, чтобы перейти в следующий этап. Очки набираются очень просто, точно так же, как и в одиночной кампании, с помощью виртуозных убийств. Но не забывайте, самое главное это слоган мультиплеера Bulletstorm, действуем вместе, значит убиваем вместе. А поэтому мультиплеер от вас будет требовать максимально коллективной игры и минимальных индивидуальных действий. Стоит обязательно отметить и те карты, на которых, собственно, у вас и будут разгораться сражения против полчищ монстров. Карты выполнены очень красиво, но в момент игры не стоит ими любоваться, а стоит понять одну простую вещь, что все, что вы перед собой видите, это настоящий механизм для убийства. Поэтому саму структуру карты нужно использовать по максимуму. Если вы видите перед собой красиво распустившийся цветок, не забывайте, что он не только для красоты, но и для того, чтобы полакомиться мясом вашего противника. Если вы видите перед собой развешанные электрические провода, обязательно пните туда врага, и тогда вы поймете, что вы видите перед собой настоящее фаер-шоу. Если перед вами источная канава, также запускаете туда врага, и вы получите еще больше очков. Прокачка в мультиплеере точно такая же, как и в основной кампании. Вы зарабатываете очки, в дальнейшем на эти очки вы можете покупать себе новое оружие, либо его прокачивать. Не забывайте, что перед началом каждого из раундов обращайте внимание на то, какие именно против вас выступают противники, и уж тогда в этом случае подбирайте подходящее для этого противника оружие. Мультиплееру Bulletstorm противопоказаны индивидуальные действия, поэтому помните, главное правило это настоящая коллективная игра, и все зависит от того, как вы будете действовать в команде. Помните, что один ваш хлыст это хорошо, но представьте, если все четыре хлыста объединяются против одного противника и разрывают его на куски. Тогда вы, во-первых, получите несказанное удовольствие, а во-вторых, наберете еще больше очков для своей команды. Также не жадничайте, когда притягиваете к себе противника, не забывайте, что возможно из-за спины может выскочить ваш напарник и смачно добить его с ноги. Противники в мультиплеере прикручены также не для галочки, они всегда опасны, они выбирают грамотно расположенные точки для того, чтобы выгодно вас обстрелять, поэтому не действуйте в одиночку, попытайтесь оттянуть противника как можно ближе к вашим товарищам, и помните, что для вас важна каждая волна наступления противника, потому что ваша задача это как можно больше заработать очков для того, чтобы перейти в следующий раунд. Мультиплеер у Bulletstorm получился на славу, ничуть не уступает одиночной кампании, карты такие же красивые, играть также интересно, и остается главная особенность непредсказуемый геймплей, море крови и куча мяса. Дорогие друзья, спасибо, что смотрите мои обзоры, обязательно на все мои видео комментируйте, оценивая ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал, желаю вам удачи и до свидания, играйте только в хорошие игры. Спасибо.